приветствую друзья сегодня вторник я опять еду у меня сегодня особая поездка сейчас попытаюсь вам объяснить более понятно как получится просто всегда разжевую разжевую а мне что-то там начинает что вода не вода но пытаюсь просто как-то более понятно объяснить вот смотрите сегодня вторник вчера я приехал в субботу купил машину до вечера уже темнело воскресенье посмотрел убрался уехал вечером воронеж в понедельник там часов около пяти я вернулся отдохнул и сегодня вторник вот с утра я уже еду опять что касается именно работы на грузоперевозки почему я говорю что сегодня особая поездка что касается грузоперевозок это сегодня именно на мою машину 6-ти метровые у нас было два заказа а ну не именно на 6-ти метровые а именно на ту куда я мог забрать там более-менее по хорошей цене и как там трехметровой или четырехметровой там и это все что я мог взять это нужно было машина 6 метров она забирает черная грязь это за химками там какие-то стойки около шести метров и так далее что-то еще везет на верейскую с верейской что-то там выгружают и везет в ленинский район это туда обидно и где-то туда какая-то там деревня так извиняюсь меня телефон перебил недорассказал в итоге получается первый заказ это черная грязь можно было мне поехать второй заказ правда он далеко от меня аж в люберцах там нужно 5-ти метровая машина 5-ти метровая машина то что там что-то тоже длинная 5 метров ну короче 5 метров минимум надо чтобы было машина и отвезти там с точки а в точку б в общем цены на эти заказы но не как на газели на 4 на 3 на 4 метра они значительно выше и считается по-другому это раз о ценах о тарифах не будем сейчас я просто рассказываю что куда я мог например сегодня съездить и мне вчера подтвердили потому что я занимаюсь еще не одними только перевозками и транспортом занимаюсь все другими делами и одно из дел у меня я купил товар не сам конечно с партнером купил купили товар во вчера пришла пришло подтверждение что все проплачено можно забирать и мне сегодня надо было ехать туда самое интересное что было бы у меня вот эта машина который сейчас либо не было мне в любую в любом случае надо было ездить ехать туда сейчас я хочу на этой машиной машине забрать товар если бы ее не было я бы поехал просто на маленькой газели и нанимал бы грубо говоря пяти тоник либо минимум трех тоник чтобы забрать товар и если надо было платить условно как бы так вот то есть вы понимаете смысл то есть машина нам нужна была большая она у нас есть то есть получается для меня это экономия экономия мне кажется то же самое что и заработок то есть эти деньги сохранил не потратил хоть и не заказ получается ну как бы заказ то есть я получается еду по своим делам лично я и еще я еду как водитель а машина получается работает потому что она экономит вот эти деньги как на пяти тоника что касается товара там по губатуре сложно сказать будет видно по факту но я так предполагаю кубов на 20 скорее всего будет товара можно 15 это раз а второе по весу там наверное три с половиной к я так тоже считал сколько будет роликов сколько будет чего то есть три с половиной к мне почему туда ехать то что там можно в принципе как вы ездите все знаете можно там доверенно сделать и так далее у нас первая сделка вот это именно в этом с этим продавцом поэтому договорились дистанционно там через онлайн все вот эти документы но надо первый раз поехать я еду с печатью с печатью сейчас покажу вот печать печать вот мск я еду как руководитель фирмы либо ну как бы можно ехать как руководитель фирмы либо как доверенное лицо но я еду как руководитель фирмы во первых получить уже не по доверенности через печать уже расписаться печать поставить людям и закрыть вопрос а во вторых я еду еще подписать договор о сотрудничестве то есть в дальнейшем не так часто она будет но периодически будет выскакивать тема чтобы будем покупать у этих людей там у этой компании вот эти рулоны с снов с этим сейчас посмотрите пока что пока что эти рулоны я купил и уже продал уже продал продал компании которые находятся в питере то есть уже сделка прошла то есть сеть но сначала надо с этими сделать забрать потом отдать теме чтобы они сами забирать но как там получается так вот еще пишут по поводу этого как называется дармоводство и так далее шоу дармовод дармовод какие-то у меня тарифы там какие-то кто-то ездит там по полмиллиона скажу вам так короче вот эта компания которая в питере они спросили я им сказал что мы можем сами привести вам товар они сказали что посчитайте сколько это будет стоить из соответственно с ндс-ом закупка идет с ндс-ом с ндс-ом транспорт идет то есть компания работает с ндс-ом мы почти я посчитал пяти тоненьким до питера девяносто шесть тысяч с копейками ну почти соточка они что-то посмотрели сказали дорого мы сами пришлем свою машину откуда они ее возьмут там сати или откуда ну мне без разницы мне главное чтобы был человек либо доверенное лицо от них который примет мой товар а там дальше с этим товаром делайте что хотите вот они пришлют свою машину заберут то есть они отказались от моей машины потому что дорого я кто подумает что я хотел сам на вот этой машине отвезти нет на такие расстояния такую массу я бы не повез может быть поехал как но потому что нужно мое присутствие но туда поехала бы машина сразу какой-то пятитонник чтоб я подписал все его загрузил и он ушел на питер напрямую но но вот так вот но не захотели они нам бы даже было бы легче и может быть даже было бы экономней потому что сейчас идут расходы то есть этого с этого дела нашего общего и общего будет выйти транспорт который вот я сейчас выполняю заказ то есть это отдельно сейчас мы перевозим к моему товарищу на склад который он примет потом машина придет он и загрузит эту машину то есть надо заплатить за транспорт заплатить за за склад это будет дополнительные расходы не мог их не могло не быть они то есть машина могла забрать наша и отвезти еще там можно было заработать на транспорте но не получилось но ничего страшного клиента отправить ну напрямую поставщику то есть тоже не понимаете нельзя так делать это в дальнейшем никакого сотрудничества больше не будет он будет напрямую брать оттуда и все то есть нам надо товар переместить в нейтральный склад чтобы приехал этот их водитель и забрал так вот толкаешь пробки уже наверное почти час и сюда еду уже круче сама езда заняла наверное наверное часа полтора точно вот расход упал до 12 3 я что-то думал что по пробкам она наоборот все вырастет это раз второе хочу сказать еще по поводу самой езды вот газель большая эту вот газон газон и другие едут по 1 2 полосе чем это мне не нравилось я еду по 3 уже кто едет по 4 уже даже вот эти которые вот сзади по категории портеры и так далее а есть машины вот вон видно тоже портера там дальше перед портером газель вон за этом за спринтером вот сейчас мы догоним наверно вот портер там и там еще газель они вообще едут по 5 но по 5 полосе ну по крайней левой таким машинам ехать двигаться запрещено штраф я не знаю сколько час раньше был 150 рублей вот но они как бы камеры на вот эту езду не ловят наверное если бы ловили то было все ехали бы так как вот эти едут потому что вот тут вот эти к и вот эти камеры ловят как бы они и под камеры нет они не лезут потому что получишь штраф а те я думаю не первый раз так едут жизни наверно ездили и тишина пока ну короче в общем на вот таких машинах как газель там и так далее хоть хотя она и большая там 30 получается у меня 31 куб ровно и даже с хвостиком там 31 39 то есть вот так вот но можно ехать практически везде кроме крайней левой полосы это крайне левая не только для меня для газелей но и для вот таких же больших машинах разрешено перестраиваться в случае поворота налево либо разворота но все это знают в общем так короче вот эта езда конечно сама манера езды мне нравится это во первых во вторых еще то что нету вот этих карт карты водителя тахографа и так далее и тому подобное то есть в этом преимущество вот этих машин но те конечно берут побольше погрузу чем газель хотя она и кубатурная но все равно не сравнить с газоном по грузоподъемности так что каждому свое я понял что я все-таки газелист можно было и там и пяти тоники 10 тоники так далее но не мое это просто не мое и не хочу с этим связываться так ребята отъехали от amkada вот слева была птицефабрика бывшая сейчас это склады это милино вот эту дорогу построили новую уже по-другому уже и закончили строительство вот сейчас уходим на латкарина это уже какой-то новый заезд раньше тут пробка стояла сейчас она вообще дорога летит меня даже обрадовала обрадовала почему потому что у меня тут есть квартира она одушка маленькая она стоит пустая как бы что-то руки и не доходят а так то она под аренду кому может быть интересно как бы там когда близко сейчас без пробок то что вы вот этот райончик и вот этот который первый вот этот дом вот он коричневый там однушка как бы под аренду но без мебели просто ключи получил и все вот с района должен выезд быть на вот эту дорогу которая пустая потому что туда в сторону октябрьского там уже светофоры пробки начинается сюда до москвы вроде долетить там 10 минут и ты в москве не знаю сделали дорогу выезд чтобы не туда не через октябрьский раньше был а сюда вот напрямую еще не знаю но выезд будет точно вот тут это бывшая птицефабрика тоже потому что там была тамиленская птицефабрика тут был раньше поселок мирный и в нем была птицефабрика 2 это одно и то же было ну короче там переделали в склады а тут переделали в жк то есть тут же как построил свой свои новые дома правда вот сосновый лес природка чистый воздух все нормуль вот а мы напрямую вышли на лыд карина и вот сейчас я задумался еще по такому вопросу что касается машин машины тут у меня внутри я еще не перемерял но как было написано в объявлении 228 по высоте то есть сама будка наверное но 230 235 точно есть вот 230 235 плюс еще какое-то расстояние от пола это надо замерить чтобы знать сколько проходишь кто знает напишите в комментариях но я мерил например у меня была 4 метровая высота 220 222 28 4 метровая но у нее она была усиленная у нее жопа была как-то чуть-чуть задрана и поэтому короче самая верхняя . потому что она как бы задранной жопой было самая верхняя . было 333 30 ну когда грузия жопа опускается там где-то 3 ну короче под мосты которые например трехметровые знак там наверно скорее всего еще есть какой-то допуск побольше под мост например условно вот где-то на рублевке то в москве знает на рублевке когда едешь с москвы и проезжаешь под мкадом либо едешь оттуда с рублевского рублево-успенского шоссе и хочешь на прямую москву там мостик на нем написано 3 метра высота и он довольно низкий я на той ехал и приостанавливался так катился и потихоньку я не видел сильно сколько там сверху там 5 сантиметров было либо 15 либо сколько но такое ощущение что в притирку как бы там ну там вообще уже особо мало что оставалось проходил под этим мостом эта машина уже как-никак не 220 а 228 сюжет плюс 10 сантиметров я думаю там я уже не пройду еще в москве есть там в царицына есть мостик там вообще пройдет только лучшем случае машина которая 18 и так далее то есть уже на это надо смотреть потому что есть места где довольно сильно сильные мост мосты они конечно их конечно немного этих местного все равно а так 228 там у меня стояли рессоры усиленная жопа была задрана это она более-менее ровно тут тоже те же рессоры те же впереди амортизаторы она как бы не то что подушки как на фурии что можно ее опустить на 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 пузо можно сказать так на подкрылки чтоб она и уменьшить высоту тут высоту уже не уменьшишь ниже рессор можно чуть-чуть добавить как бы поднять но но все равно ниже него не уменьшишь то есть если под мостом то чтобы она села на пузо и как-то прошла даже там же на рублевке уже все равно не получится а так вот на 10 сантиметров уже довольно страшновато наверно там точно уже не пройдешь ну короче высота уже играет роль надо померить кто знает примерную высоту пока то измерения моего тоже укажите в комментариях так ребят короче заехал в общем в те места где раньше вот кружился как бы основ занимался сейчас туда переехал и это вот еду вспоминаю потому что там по поводу квартиры сказал то что все было как-то тут на востоке москвы сейчас я на юго-запад переехал у меня вот тут латкарина был авто сервис мы с партнером его открыли потому что у меня был свой парк машин у него и все скажу и как бы плюс еще собирались там зарабатывать дополнительно делать большие машины там сняли здание у него там высота ворот было два два четыре метра то есть для грузовых вот вот заезд заезд тут две базы вот две базы и вот туда вот спускаешься и налево потом внизу он стоит отсюда не видно это здание и как бы мы открыли его собирались как бы тоже с партнером этот трактор сейчас посмотрю может его и снесли там тут не видно ничего вот открыли его собирались и как бы у меня был свой транспорт на меня там было три машины а у него что было там машин 7 или 6 и короче мои машины как-то бегали нормально там редко когда что-то а у него машины там были все ушатанные и короче в основное время в сервисе стояли его машины но как бы это не делать ну короче там вот этот спуске не знаю как сейчас там зимой был заезд проблемный там не заедешь засыпала снегом не с не чистили кто мы это не знали потому что мы начали летом плюс еще его машины там порчали все время и как бы иду короче без толку было я ему сказал что давай как бы но бестолковое дело либо хочешь оставляй либо просто закрываем это все то что держать сервис платить там зарплату и так далее для своих машин на это как-то не очень а что-то другое привозить постоянно когда там находился клиент какой-то постоянно не было места как бы туда его поставить ну короче такая вот ерунда получилось и поэтому мы разошлись он правда еще сказал я мне нужен сервис там делать свои машины он остался там еще какое-то время посуществовал и тоже ушел оттуда я уже повернул приехал сейчас меня встречает мой партнер потому что первый раз мы вот это дело делаем так я с ним работаю давно там и перевозки он начинал он с моего клиента по перевозкам там мужик возрасте он не в отцы годится даже старше что-то я ему понравилось но я так вообще общаюсь всегда стас со старшими мне более интересно и когда мне было фуры там мне было 26 28 лет я тоже общался с мужиками которым это по 40 по 50 лет как-то одногодки мне ну сейчас уже нет такого в то время там которым было 25 там 30 лет они как будто дети были какие-то детские замашки у них там но детские мысли и так далее то есть а сейчас я тут был блин уже грузился то ну так как как нему от его как бы он то возил я то уже в этой теме туда пета он уже и раньше вот а вот volvo его стоит наверно в машине вот дверь к открывается вот все так открыл машинку приготовил я уже выписал документы договор подписали только после загрузки еще накладные пойду подпишу под машиной грузится сейчас только освободиться я становлюсь на загружки тут будут ролики типа тканевой такие полтора метра высотой и сколько их там будет ну короче сейчас посмотрим как там шла намотка потому что их ждали намотку сколько намотают что было окончательная стоимость закупки короче такие вот дела с этими праздниками что были еще но растянулась почти на две недели пока мы вот это все делали но в дальнейшем уже первый раз я думаю в дальнейшем будет проще это все уже знаем и так далее то что я и сам могу приехать либо водителя отправить дать ему доверенность на получение так далее то есть уже это надо для первого раза было самому приехать даже вот говорю что вот подписан правда я печать лепил вверх ногами и правда но подписан договорчик и будем сотрудничать надо крутиться работать думать не только баранку за баранкой то есть сидеть короче так ну и перевозки развивать так что это это само собой так что надо надо я говорю я это 2020 22 год связи с этим началом и своего меня как-то так рубанула выбила с колеи в трансе сидел короче ближе к концу года начал уже отдупляться потихоньку расчухается но надо держаться не впадать в это ступор брать в моральный пошло все в жопу свои проблемы то есть мои проблемы или я свои проблемы решу только я сам больше никто так загрузился вот такая вот погрузочка три ряда сложил рулонов впереди маленький ряд наперед сзади чуть побольше в общем три с половиной килограмма я думаю вы понимаете почему три с половиной килограмма но думаю хватит так закрываем сейчас машину еще будем выставлять так тут еще пленку себе взял по цене хорошей так 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 достать этот включатель где он вообще могу нащупать достану вот включатель компрессор включен ну жопа нормально сейчас передок чуть-чуть поддобавлю так я забыл закрыть замочки закрыл эти жопы ну короче так чтобы сказать что она сидит конечно но чтоб сильно сидит и не ставит задние колеса не проселся я передок я даже не подкачивал может уже надо подкачать либо то что там одно но я что-то не хочу больше 4 качать 4 4 хватит я думаю ладно потихоньку поехали там посмотрим так ну что ребят сказать вам по поводу езды выехал я с латкарина потихоньку там куча лежачих полицейских так прополз потихоньку по трассе вот она идет вот еду 70 80 80 даже еще не набирал до 70 разогнал пока не знаю вот мне советовали на пятую особо не включать ну сейчас включу ну вот до 80 можно ну вот до 80 максимум вот что-то я хотел по одному сложить почти в 4 ряда по 10 штук там 38 штук всего по 10 штук потом что-то передумал сложил в 3 ряда наперед поменьше назад побольше и то как-то просчитался наперед получилось многовато ну как бы время ну учит работаешь показывает и понимаешь надо было все таки в 4 сложить чтобы было чуть-чуть на жопу потому что жопа такое ощущение что пустая ну не пустая легкая а передок тяжелый как-то так получилось но уже доедем тут 35 километров ехать я уже 10 проехал еще 25 осталось думаю доедем машинка пока двигатель тянет ну работает как работала в принципе конечно при разгоне и так далее но не в том что она не может так разогнаться как пустая я сам не разгоняюсь плавненько потихоньку набрали скорость потихоньку приостановились и вот так вот в принципе на короткие дистанции еще можно как-то ну правда три с половиной килограмма многовато может быть ну как тестовый тоже пробую что я же не знаю как что там одни разговоры а так уже по факту наяву как оно получается вот и так и экспериментирую это раз так что три с половиной килограмма наверное многовато ну трешка если еще нормально ее загрузить равномерно думаю вполне нормально это раз ну а два с половиной то вообще хорошо просто я вчера даже прошлый ролик вот почему я хотел загрузить два с половиной килограмма и просто посмотреть как она у меня получилось там 0 5 килограмма и что я там увидел ничего так что такие вот дела ладно короче мы доезжаем там еще выгружаться и все такое там там увидимся все ребят я загрузил выгрузился уже сделали все дела это попозже сейчас заправляюсь на Роснефти пока советую Алекса кто что советует кто Лукойл кто Роснефть кто ТАТ нефть кто Газпром нефть у каждого свое мнение каждый свои эти так хотел показать как заправляться тут не сильно удобно надо вот так вот прогибаешь пистолет засовывать туда выравнивается как то так не очень получилось по моему в этом плане ладно сейчас зальем чтоб был полный бак тут цена 57,90 правда тоже дороговато ладно вот и закончился одинек сегодня у меня руки если честно болят потому что вот эти рулоны перекидывали потом снимали бирочки заводские клеили бирочки свои короче дел было потом выгружали но ребята там помогали со склада короче выгрузили закончили короче ну я уже закончил правда часов в шесть вечера сейчас в 6.30 пока выбрался оттуда там что то все стоит а тут в принципе тоже ну короче сделали мы с ней дело короче взвесили все то что там приемка вес как положено ну сколько чего кубов кубов не 15 я сказал кубов где-то шесть получается ну вы видели что там мало там рулончики прям по 100 килограмм каждый короче ну так вот ладно короче по всему получилось вес три килограмма семьсот пятьдесят грамм ну почему я так сказал то вы понимаете еще раз повторю вот три килограмма семьсот семьсот пятьдесят грамм машина ехала тянула конечно чуть-чуть подсела было ну вот так вот пониже стало но все равно ну как бы три семьсот пятьдесят довольно многовато это во первых мне лично надо было и во вторых хотел просто посмотреть почему я говорил что хотел посмотреть две пятьсот как два килограмма пятьсот возьмет но не получилось вчера и уже просто если бы я взял два пятьсот две пятьсот и сейчас три семьсот пятьдесят то как бы там на и то я думал что три пятьсот ну три пятьсот получится и как бы ну плюс один как бы уже а вчера вот так вот ноль пять и сегодня сразу три семьдесят пять ну так вот ну ладно если сказать в общем то как то не для работы чтобы вот так постоянно регулярно нет такие веса не на не надо это точно так вот если брать там какой то особый случай или еще что то то да можно потихоньку с точки перевести на точку тут у меня было тридцать пять километров все равно это на дальние расстояния я бы точно не поехал то что если бы вот эти клиенты мы заказали питерские которые купили заказали машину оттуда прямо в питер ну оттуда или отсюда со склада потому что надо было это все получить забрать переклеить и отдать то есть вот эти три этапа сделали получили забрали переклеили еще осталось отдать и все и дело в шляпе ну правда питерские мне уже полностью все оплатили то есть уже денежки на счету потому что так бы я им не не отдал в долг там и так далее и все как бы уже деньги в кармане осталось только доделать работу то есть отдать уже товар уже готов просто отдать и если бы они заказали то что я хотел ну отдать чтоб поехал свой водитель и подписал документы о получении чтоб все было в норме то есть документы у меня были чтоб получили все нормально и претензий нет мне бы лучше хотелось так но они говорят что типа дорого и пришлют свою машину но факт в том что ну пришлют пускай присылает главное чтоб был факт передачи тут то есть как бы пускай присылает доверенность от себя что надо получить там отдать такому-то человеку кто кто он там будет либо точно их водитель либо будет сати найдут ну главное чтоб они свою материальную ответственность материальная ответственность сейчас лежит на меня на мне потому что я еще не передал документально а когда дадут доверенность от кого-то от себя либо кто-то представитель приедет ну и все я уже материальную ответственность с себя снял товар уже у них или у их человека и так далее пускай забирают и едут это во-первых а во-вторых что по машине именно молодец дотянуло но я бы не поехал на ней с таким грузом например в питер потому что это далеко далеко и тяжело я тут 35 километров потихонечку доскреб ладно короче мы сегодня хорошо в принципе заработали с ней вдвоем даже очень хорошо с перевозками не сравнить и едем сейчас домой на завтра что-то опять что-то наклевывается говорю как то тишина то что-то наклевывается а мне хотя бы надо на это на учет ее поставить ой на учет ее хотя бы поставить потому что как-то дела дела блин и уже получается суббота воскресенье понедельник вторник прошел 4 дня прошло а всего получается 10 еще осталось там меньше недели ну и может завтра заскочу или ну короче хотелось бы завтра ну в любом случае завтра послезавтра уже на днях надо все делать как бы чтобы было с документами все нормально ладно ребят короче такое вот дело такая вот работа такой вот ролик не знаю понравился не понравился так что кому кому как пишите в комментариях ну я думаю что многим будет понравится или просто поддержат а попадутся личности которые начнут там что-то пузыри с носа опускать или еще что-то ну ладно бог с ними каждый радуется своему все пока до скорых встреч увидимся в следующем ролике увидимся в следующем ролике в следующем ролике в следующем ролике